Приветствую вас на канале Корея Близко. В этом видео мы сравним два автомобиля Hyundai Staria, максимальная комплектация Launch Inspiration, 7 и 9 мест. И посмотрим, чем они отличаются. И еще раз напомню про основные опции, которые присутствуют в этой комплектации у данной модели. Этот автомобиль в 9 местной конфигурации салона. Второй ряд здесь регулируется с помощью механических регулировок. Есть подогрев и вентиляция у этого ряда сидений. Сидения второго ряда кресел отодвинуты максимально назад. Есть полноценный третий ряд сидений. И место здесь для ног вот такое. Третий ряд можно отодвинуть еще несколько дальше, если сложить сидение четвертого ряда. Сейчас на четвертом ряду креселом места совсем немного. И чтобы оно появилось, необходимо сдвинуть вперед по продольным салазкам кресла второго и третьего ряда. Сейчас я это сделаю. Сидения второго ряда я сдвинул несколько вперед. Третий ряд тоже сдвинул ближе. С учетом того, что обычный человек здесь в принципе сможет разместиться. И появилось небольшое расстояние для ног пассажиров четвертого ряда. А если сложить сидение четвертого ряда кресел и третий ряд отодвинуть максимально назад, то получаем уже вот такое огромное расстояние. При этом второй ряд сидений тоже отодвинуть максимально назад. В девятиместной версии кресло может поворачиваться на 90 градусов. Может быть где-то на области это и будет применимо. Если развернуть сидение второго ряда на 180 градусов, то получаем такую конфигурацию салона. Это место остается бесполезным. Но, тем не менее, возможно кому-то такое расположение сидений подходит. Сидения с трехточечными ремнями безопасности и скрепления для детских кресел изофикс на втором и третьем ряду сидений. Но это уже семиместная версия. Сами сидения вперед и назад двигаются с помощью механических регулировок. И кресла могут сдвигаться друг к другу. Но совсем на небольшое расстояние. Все остальные регулировки, например, угол наклона спинки с помощью электрорегулировок. Здесь подогрев и вентиляция в трех положениях. Если зажать кратковременную кнопку, то сидение раскладывается. Атаманка при этом складывается. Но ее можно принудительно снова открыть. И нажимая на эту кнопку, сидение возвращается в исходное положение. Наверняка это очень удобно будет для ваших пассажиров. Но кресла второго ряда в семиместной версии не могут разворачиваться ни на 90, ни на 180 градусов. И возможно, если у вас в семье три ребенка, и чтобы не было споров в семье, кто будет ездить на этих комфортных сидениях, может быть, стоит рассмотреть приобретение в девятиместную версию. Тем более, вам, как водителю, до Атамана на втором ряду кресел, я думаю, нет никакого дела. Тем более, что и есть отличия по багажнику, которые я покажу чуть позднее. Третий ряд сидений здесь точно такой же, как и в девятиместной версии. Огромное расстояние для ног у пассажиров третьего ряда. Сидения второго ряда отодвинуты максимально назад. Я нахожусь на третьем ряду кресел. И здесь можно вытягивать ноги. При всем при том, что рост у меня 1,80 метра. И сейчас покажу вам багажник. Сейчас в обоих автомобилях здесь четвертый ряд отодвинут максимально назад. Здесь третий ряд. Отодвинут назад. И багажник, видим, что совсем небольшой. И сейчас попробуем посмотреть, какой максимально возможен может быть объем багажника в том и ином варианте. Раздвигаем вперед сидения третьего ряда в семи местной версии. Это максимально возможное расстояние. Вот такой объем багажника. Но это объем багажника в девяти местной версии. Если максимально вперед сдвинуть сидения второго, третьего и четвертого ряда кресел. С точки зрения опционала и то, насколько это круто выглядит, конечно же, возможно, предпочтительнее салон с семи местной версией. Но если вам в обычной жизни не нужны на каждый день вот эти вот атаманки, то, на мой взгляд, более практично это девятиместная стария. И, например, в обычной жизни, если вам на каждый день не нужны все девять мест, возможно, стоит рассмотреть такой вариант, что полностью убрать из салона четвертый ряд сидений. Останется полноценных шесть мест. Или можно убрать третий ряд сидений, оставить диван сплошной. И у вас будет семиместная версия, но с изменяемым объемом багажника. По стоимости в Корее, семи и девятиместные версии в максимальной комплектации Launch Inspiration особо не отличаются. Это салон со стороны пятой двери девятиместной версии. И так выглядит салон семиместной. С рулеткой я замерять не буду объем багажника. Думаю, все было очевидно. И еще раз напомню про опции, которые присутствуют в комплектации Launch Inspiration. Она максимальная у этой модели. Корректор фар, электрический стояночный тормоз, подогрев руля. Обязательно адаптивный круиз-контроль. Управление мультимедиа на руле. Всегда передний ряд сидений с электрорегулировками. Памяти водительского сидения нет. Акустика Боссе. Здесь стандартно электрозеркала. Центральный замок, теплоподъемники. В комплектации Launch Inspiration всегда будут здесь такие вот два бардачка. И в более простой, например, модерн. Таких бардачков не будет. Будут просто такие небольшие ниши. Всегда камеры кругового обзора. Сенсорное управление климат-контролем. Подогрев и вентиляция переднего ряда кресел. В трех положениях. Автохолл. Беспроводная зарядка для смартфона. В Launch Inspiration всегда переключение передачи кнопками. Всегда камеры обгона слева. Справа. Есть клавиша Drive Mode. Которая меняет настройки и поведение автомобиля. Спортивный. Экономичный. Нормальный. Единственное, чего не бывает в стариях, это проекции на лобовое стекло. Люки и панорамная крыша в Launch Inspiration опция. Их может и не быть. В этом семиместном автомобиле они есть. А в девятиместном их нет. Всегда декоративная подсветка на дверях. Декоративная подсветка здесь. Всегда розетка 220 вольт. Ну и сами отличия в семиместном я постарался вам продемонстрировать. Это еще раз семь мест. А это девять мест. Цвет салона одинаковый. Цвет салона может еще быть светлый и черный. Всегда сдвижные электродвери. И пятая дверь всегда с электроприводом. Обязательно форточки в боковых сдвижных дверях. И форточки на третьем, четвертом ряду кресел откидываются. Откидываются. Передняя оптика светодиодная. И под капотом полоса дневного ходового огня. Задняя оптика в комплектации Lounge Inspiration всегда светодиодная. Надеюсь видео было для вас полезным. Если вы рассматриваете к приобретению автомобиль старее, но не знали какая конфигурация салона больше вам подходит, семь или девять мест, то после просмотра этого видео определенное мнение у вас сложилось. Предлагаем автомобили напрямую из Южной Кореи без посредников. С честным пробегом по честной цене. Подбор здесь в Южной Корее. Отправка паромом до Владивостока. Помощь в таможенном сопровождении. И доставка в регионы. Благодарю за внимание. До новых встреч.